В шоу-бизнесе продолжают обсуждать инцидент с Анной Седоковой. Певица, как на духу, рассказала, какой ужас творится во время частных выступлений, после чего аж рыдать хочется. Некоторые наши звезды, кстати, на этой почве уже начали отказываться от прибыльных тоев. Седокова выложила пост откровения, рассказав, что чувствует себя униженной после выступления на очередном корпоративе. Мол, публика на подобных мероприятиях очень неуважительно относится к артистам. Люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна. Развлекай нас, а мы устали, посидим, а ты же профессионал. Но тут вопрос напрашивается сам собой. Неужели Анна не знала, куда идет выступать, или все предыдущие корпоративы были другими? Певица на это ответила так. Мне нужно содержать семью, бизнес. У меня миллион сотрудников, мои на меня ругаются. Говорят, ну что же ты так близко все воспринимаешь к сердцу, а я не могу. Поддержать свою подругу вызвалась Рита Дакота. Певица поведала, что когда увидела в зале похожую картину происходящего, решила демонстративно отказаться от такого формата заработка. Тупо развернулась и поехала домой. Это была четвертая площадка за ночь. Но я подумала, что трех раз унижения с меня хватит. Нурлан Сабуров к этой теме относится более спокойно. Стендап комикс считает, что артисту следует сначала решить, что для него важнее – деньги или творчество. Ведь на тоих и корпоративах за особое внимание звезды всегда будут конкурировать. С салатом, с алкоголем, с общением с близкими. Люди приходят туда в первую очередь пообщаться, поздравить того или иного человека с определенным событием. А я здесь абсолютно даже не на второе, а на четвертой роли. То есть фоном где-то. Чувачок что-то говорит. Кстати, в казахстанском шоу-бизнесе становится все больше артистов, кто принципиально на подобные праздники не ногой. Среди них группа Молда Назар, 91, да и в принципе все новое поколение молодых звезд объявило бойкот юбилеем и свадьбам. Удивляемся, что почему же наша аудитория, особенно наша молодежь, слушает 99% чужую музыку. Если даже они не понимают на английском языке, или же на корейском, или же вообще в любом другом языке, он не употребляет. Почему? Потому что вся наша эстрада работает для той. Но скоро ли состоится закат тойской эры в казахстанском шоу-бизнесе по-прежнему остается загадкой.